Не слышишь меня? Не слышишь? Друзья, привет! Меня зовут Ангелор Кирилл, я представляю компанию Impulse VR. И мы подготовили для вас видео, в котором мы расскажем о том, чем занимается компания в данный момент, чем мы планируем с вами заниматься, и анонсируем несколько наших ближайших игровых тайтлов, которые будут доступны для вас уже в самое ближайшее время. Отмечу, что мы компания международная, у нас есть коллеги, которые занимаются изучением рынка в Америке и в Китае, соответственно, делают это на местах, и это позволило нам получить очень глубокую компетенцию в том, как вообще развивается рынок и что он делает для этого в странах, которые сейчас являются лидерами отрасли, в частности, в Америке и в Китае. На данный момент по всему миру доступно около пяти платформ, которые представляют собой такую единую экосистему для управления клубом. То есть это игровой лаунчер, это система сбора статистики по всем запускам, это возможность проводить какие-то маркетинговые акции из этих сервисов. То есть такое коробочное решение, которое идет по дефолту, то есть самостандартно предусмотрено при открытии клуба, допустим, в Америке. Вы не можете открыть клуб виртуальной реальности, какой-то виропракцион без использования либо подобных систем, либо без покупки лицензионной версии контента. Это важная часть сотрудничества с разработчиками, сотрудничества с этими маркетплейсами, которая рано или поздно доберется и до наших клубов. Исходя из этого, когда у нас будет с вами много контента, для того, чтобы было удобнее его запускать, удобнее собирать статистику, то, о чем мы говорили раньше, мы уходим от заполнения бумажных отчетов, мы переносим всю нашу статистику в онлайн. Вот здесь есть ссылка, по которой вы можете пройти, проверить почту, последние письма, которые мы вам направляли. Там будет доступ для входа именно в ваш кабинет, именно в вашу административную панель. Соответственно, если вдруг вы не получали такое письмо или не пускают под логином, паролем, дайте нам знать, мы обязательно эту ситуацию справим. И покажу вам, вкратце расскажу сейчас, что вообще из себя представляет эта административная панель, как она упростит нам работу, какие новые возможности откроет, и детально покажу, как она выглядит. Вы можете открыть выплывающее меню влево, увидеть, как называются все доступные на данный момент разделы. Нас интересует на данный момент активация промокодов, нас интересует раздел статистика и раздел оплата. Собственно, активация промокодов – это такой гибридный раздел, в котором вы сможете полиентировать промокоды, делать любые действия, которые будут в текущих и будущих наших маркетинговых акциях. Соответственно, это все будет дополнительно информироваться, и в этой системе вы сможете ввести учет, для того, чтобы не запутаться по запускам, которые были за полную стоимость, либо по каким-то дискомптным запускам. Второй, самый важный блок – это блок «Статистика». Соответственно, сюда сейчас будут проводиться все запуски контента, на данный момент фирмы «Эффект Кеслера», по вашим лицензионным ключам. То есть то, что у нас раньше с вами фиксировалось на уровне нашей системы и ваших записок, каких-то пометок администратора. Сейчас это все переносится в онлайн-систему, где будет безошибочно собираться информация по всем тестовым и по всем платным запускам. Эту информацию можно удобно фильтровать по датам, ее можно экспортировать, скачивать в виде таблицы в Excel. И самая важная, третья часть относительно того, что мы сделаем в плане удобства – это возможность взаиморасчета. Когда мы с вами в конце месяца проводим сверки, сейчас все сверки мы будем проводить на основе данных и статистики. После того, как мы с вами опрувим, подтверждаем, что эта информация корректна, она переходит из раздела «Статистики» в раздел «Оплата». На выбор будет доступно три метода оплаты – привязка электронного кошелька, привязка банковской карты и перевод на наш расчетный счет. И сейчас подробнее остановимся на нашем лоунчере. Кто-то из вас уже пользуется, кто-то увидит первый раз. Расскажу, что мы в данный момент уходим в нашем отношении с вами от системы загрузки контента через FTP-облако, как это было с фирмой Perfect Kestero. Сейчас весь наш контент, все наши фильмы и игры будут доступны в едином лоунчере. Выглядит он так. Все игры будут представлены списком. Их, возможно, будет загрузить. Перед этим, естественно, можно выбрать директорию для остановки каждой игры. Загрузить, ввести лицензионный ключ, то есть на каждую машину ставится лоунчер, на каждую машину также вводится лицензионный ключ. И дальше уже запускать игры, централизованно из этого лоунчера. Если показать, что он умеет, допустим, на примере нашей очень горячей, очень ближайшей новинки игры World of Tanks VR, есть шестереночка, которая позволяет нам преднастроить текущую игровую сессию. То есть там можно выбрать количество игроков, можно выбрать ландшафт-карты, выиграть режим игры, тест-матч либо кооператив. И, соответственно, эти предварительные настройки после того, как мы делаем клик на запуск игры, настраивают ту сессию, в которую в данный момент будут играть ваши клиенты. Все запуски всего контента из этого лоунчера будут попадать в систему аналитики, в панели администратора, о которой я говорил ранее. И это позволит исключить все ошибки в наших расчетах, то есть информация будет максимально корректна. И в режиме онлайн транслироваться из лоунчера в административную панель. Итак, друзья, как вы уже догадались, благодаря сотрудничеству с Impulse VR в самое ближайшее время у вас появится доступ к игре World of Tanks VR. И сейчас мы продемонстрируем вам геймплей и поделимся нашими впечатлениями от этой игры. Стоит сказать, что мы уверены в том, что она очень сильно заинтересует ваших клиентов. Она кооперативная, она дает большие возможности для того, чтобы проводить по ней турниры, как это делали сами разработчики. То есть был анонсирован очень большой турнир в том году, в котором участвовало несколько тысяч человек. Все были в восторге, был крутой приз. И сейчас эта возможность появляется в каждом-каждом клубе. Вы можете проводить турниры, делать какие-то регулярные даже чемпионаты по этой игре. СС построен на том, что очень сильно играет, большую роль играют ваши навыки, ваши скиллы. От того, как вы перемещаетесь, как вы целитесь, насколько хорошо знаете карту, умеете находить позиции для того, чтобы вас никто не видел, вы наоборот могли просстреливать всю карту. То есть круто, что игра заставляет тренироваться, игра дает возможность соревноваться, что обязательно будет возвращать клиентов, чтобы они играли в нее снова и снова. Следующее, о чем мы расскажем, это «Заповедник сказок». Интерактивный мультфильм виртуальной реальности для 6 плюс категории. В общем, красивая, очень забавная такая история, которая позволяет тебе очутиться в неком большом заповеднике, в сказочном лесу, в тремучах каких-то пещерах, где летают всем известные детям сказочные персонажи, типа Василиса Прекрасная или Муромца. Геймплей построен на том, что ты летаешь на ковре-самолете, у тебя есть в руке меч и плоденец. В общем, ребенку помогает некий летающий аватар, который комментирует все, что происходит вокруг. Поэтому этот контент очень хорошо подойдет для первого знакомства с VR для самых маленьких детей. Добро пожаловать в сказочный лес. С него, собственно, и начинается наше путешествие. Это самое красивое и безопасное место во всем заповеднике. Тут живут только добрые герои. Сей, богатыри, водяные. И перейдем к следующей нашей новинке, основанной на научно-популяристическом фантастическом рассказе Филиппа Кентрика Тика. Это Great Sea. 30-минутное кинематографическое повествование с интересным сюжетом, с очень красивой графикой и невероятно глубоким звуком. По сюжету зритель переносится от пункты на ландшафт, где остатки человечества управляются суперкомпьютером Великий Си. И каждый год оставшиеся люди должны отправлять одному человеку, чтобы успокоить ту таинственную машину. Но оттуда за все время так никто и не возвращался. И как раз в самом фильме вам, в роли главного персонажа, предоставляется возможность как раз таки отправить увидеть, что же там такое происходит. Стоит сказать, что этот фильм стал выбором Венецианского кинофестиваля в секции VR и имеет возрастную категорию 18+. И напоследок расскажем про интересную картину. которая называется Neon Light, она чем-то похожа с битсейбером, только если в битсейбер ты управляешь хедсетом и контроллерами, и тебе надо разбивать блоки, то в игре Neon Light все управление построено на твоем движении головой в хедсете. И там от этих блоков надо уворачиваться. Там тоже очень крутая техничная музыка и бесконечный туннель, в котором на тебя двигаются разного рода препятствия. Играет музыка и бесконечная музыка и бесконечная музыка. В этом плане, если у вас какие-то технические трудности, не запускается наш фильм, не пускает в админку, не работает лаунчер, либо есть какие-то возражения у клиентов, они не хотят смотреть наш контент, им что-то неинтересное, либо непонятно. Если у вас есть наоборот какие-то идеи о том, как простимулировать и увеличить продажи в конкретно вашем клубе, либо в конкретном регионе. Если у вас есть на прицеле какой-то очень крутой контент, который не локализован на русский, но вы знаете, что он бы точно позволил зарабатывать и будет интересен вашим клиентам. Обязательно не стесняйтесь и доносите до нас эту информацию. И напоследок хочу сказать, что мы сделали телеграм-канал для всех наших партнеров. Туда мы транслируем самую актуальную информацию о нашем проекте, наши анонсы, выкладываем успешные кейсы. И также там есть возможность вести дискуссию между всеми клубами, которые работают по нашей партнерской программе. Итого, о чем мы с вами сегодня пообщались, мы вам рассказали о нашей компании, рассказали о наших планах, продемонстрировали работу лоунчера, продемонстрировали наши игровые новинки, показали, как пользоваться и зачем пользоваться административной панели. Ну и, собственно, остановились на моменте по тому, как нам будет эффективнее и продуктивнее с вами коммуницировать. Поэтому очень будем рады, если вы напишите пожелания к следующему выпуску, к следующему ролику, в комментариях к этому видео, либо нашим менеджерам, с кем вы общаетесь, как вам будет удобнее. Всем до будущих встреч! VR VR! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...